Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я буду готовить овсяную воду в двух вариантах. На овсяных хлопьях и на овсе. Сначала расскажу рецепт, а потом уже самой овсяной воде. Нам понадобится 10 грамм хлопьев либо овса на 1 литр воды. Это чуть более столовой ложки хлопьев либо зерен на литр воды. И мы провариваем нашу смесь примерно 30 минут, охлаждаем и процеживаем. Кто-то просто настаивает овсянку на воде длительное время, но я все же варю. Отличие овсяной воды от овсяной каши в том, что овсяная вода оказывает более быстрое воздействие на организм человека за счет легкого усвоения. Для лечебного оздоровления овсяную воду стоит пить не меньше месяца и желательно пить теплой, тогда вы получаете больше пользы, но не горячей. Пьем по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды, тогда такая овсяная вода помогает и снижать аппетит. Разница овсяных хлопьев с овсом в том, что в них меньше клетчатки и больше крахмала, но все полезные свойства имеются и в них. Овес богат витаминами группы В, А, Е, Ф, П, П, а также имеет такие микроэлементы, как кальций, магний, фосфор, железо, калий, силин, цинка. Поэтому овсяная вода вбирает в себя огромное количество витаминов в первую очередь. Такая овсяная вода богата клетчаткой и инулином, который регулирует сахар в крови. Также она снижает холестерин, именно вредный холестерин, очищает организм от токсинов, повышает иммунитет, снимает воспаление, особенно слизистых, поэтому очень полезна при гастрите и панкреатите. Восстанавливает микрофлору кишечника, снижает давление и улучшает качество сна, то есть влияет на нервную систему за счет витаминов группы В и магния. Противопоказаний не так много. Нельзя ее пить при наличии аллергии, при остром холецистите, при наличии камней в железочном пузыре и в почках. Будьте здоровы и до скорых встреч! Всем пока-пока! Будьте здоровы и до скорых встреч!